Ой, здрасте! А вы не знали? Ай! Не знали вы! А я опять вот тут, ага, ага! Ну чё, блок сплетника... Седьмая часть, седьмая... Седьмая... Почему? Седьмая... Да потому что седьмую я пропустил, милые мои, пропустил... Ай-яй-яй... Ай-яй-яй... Дабыло написать его семь, а я написал восемь... Такая вот незадачка моя... Ну пока я тут кофе и пью, мне хорошо... Опять мы сегодня на скрытой камере... Ну вот, почитаем комментарии... Такие вот, друзья мои... Виктор... Виктор Анатольевич, спасибо, Леонид Васильевич... Почеребеть бороду... Я как, знаете, друзья мои, этот... Хатабыч... У Хатабычек борода такая здоровая-здоровая... Помните, такое кино было... Вот, он волосико вырывает... Ой! Чё сегодня загадаем? Мы сегодня загадаем... к американцам будем гадать. Вот тут у меня есть комментарии, искрытые камни. Мои ваши комментарии, то есть я читаю эти комментарии и смеялась. Я вчера так, я вчера смеялась, я смеялась. Мужчина. Ну, эти комментарии я потом вам почитаю. А на этот раз, я. Вот. Канаторий Орландский, 12 часов назад, пишет. Уитя, экстренный вопрос, где жирная рында? Т.О. Оландс. 9 месяцев. И дорог молчит. Его что? Депортикировали из Америкашки? М? Скрытая камера пишет. Канаторий, по моей информации, сейчас визы в Америку никому не дают. А его канал был ориентирован на привездах, чтобы косить с них бабло. Вот ему и интересно теперь тратить время на видео и канал. Живет он сейчас в Умахе, как и раньше. Канаторий пишет. Не, Витя, дают, ну, долго, смотри, сколько времени ожидал. Не, в Москве 300 дней. Ай-яй-яй-яй-яй. Почти год. Вот. Г.А. пишет. Визы дают просто посольство. На собеседование не попасть. Мест нет. Ай-яй-яй. Тут пишет Инна 172134. Канаторий. Не дают ни визы, ни грин-карты. И не надейся. Трапкин закрывает. Трап... Ну, короче, это Тапкин. Трамп. Херамп. Извините. Херамп. Ну, человек такой, как и Жириновский. Если бы Жириновский у нас был в власти, то давно бы уже пипец был бы. Все сидели, как в 37-м. Так продолжим, милые мои. Ой, и закрыла миграцию в Америку. Нечего всем тут... Нечего тут всем делать. Америка не сможет весь мир в себя вместить. Да. Правильно, други. Не сможет. Канаторий. Пишет. Иди на куй, тупая овца. Такая же тупая, как твоя хлорка, которую ты режешь под каждым ее видео. Ой, синее настроение. Пишет. Вы ступиц, как инусик. Хватит Америкина. Лет 10-20 может. И напишет. Синее настроение. Научитесь с незнакомыми людьми дистанцию держать. Вас не учили в вашей гребаной школе вежливости? Похоже, нет. Во-первых. Во-первых. Я не инусик. Мы с вами лично близко не знакомы. Чтоб вы меня инусиком даже называли. И во-вторых. О людях не судят по себе. Вы, похоже, и большая тупица. И да. Я рада, что эмиграцию закрыли. Нечего вам делать в Америке. Живите в своих странах. В своих есть страны. Улучшайте. Америка. И без вас всех обойдется. Ага. Своё население американцы больше своя. Американцы к вам не мигрируют. И вам нечего здесь делать. Весь мир себя не сможет Америкам местить. Так что Трамп относится к эмиграции. Правда, что закрывает. Милые мои. Американцы его выбрали, конечно. Но могут потом его чучохнуть. Выгнать нахрен. И всё. И не будет вашего чучундрика. Ну вот. Инна опять пишет. Вот. Синее настроение. Тупица как раз тут. Кто приезжает. Вот типа на вас. На фото. Скрик. А я. А я не приезжая. Я рожденная здесь. И это моя страна. А не ваша. Правильно делать. Это закрывает миграцию. Своего американского населения хватает. Никому не нужно. Перенаселение. Из Америки в Индию. Из Америки Индию делать. С перенаселенным мировым населением. Америка тоже против. Не хотят больше никаких эмигрантов. Свои работы сами. Им нужны. Живите у себя. И стройте свои страны. Хватит нам одной вашей хлоры. Не работающей. Сидящей на наших налогах. Инна пишет. Канатолий. Но кто ещё тупой из нас? Неизвестный. У тебя наружу неадекватный твой. Ей всё написано. Видно. Видно свой. Внимательно посмотри тупые. Чтые. Большие. Как бумажное. Как бумажное стаканчик. Скопи. В самолете больше ума не хватило. Чтоб не будь нормальной снять. А рожу. А рожу свою. Видел. Видел. Чисто чёрт какой-то. На чёрта страшного похож. Даже на украинца или русского. На европейского не похож. Чисто чёрт. Страшный. Неприятный. Ни на рожу. Ни на разговоры. Ха-ха-ха. Синий настроение пишет. Инка-блядинка. Ты чё. Так трясёт. И воняешь целыми чакрами. Да всё. Бандырёлькой. Ого. Не послушаешь. Адвокаты. Начальницы. Бенис. Гумень. А теперь старые манды. Уж рождённые. Ты пить бросай. Ты такая же как осёл. Свинья их. И хлора. Привезённое говно. Уж точно. Там на вас тупых смотрите. Вот. И закрывают. Чтобы хотя бы все. Пого завезли. И естественным отбором закончились. Ха-ха-ха. Синий настроение пишет. Инка-блядинка. Никто никуда не идёт. Думаешь если ты мечтала мандук присторожить. У старого пердуна. Всё. Всё так хотят. Всё так хотят. Нет. Не звать тебе. Не всего. Нахер. Мне. Ой. Мне твоё посольство и старые саки нюхать. За документы долбанутые. Бандырюльки. По себе не суди. Вот. Видишь. Синий настроение. Вот так написала. Ай-яй-яй. Синий настроение. Ты? Клёвая девка. Ой. А тут. Добрый хейтер пишет. Мерзкая свинота. Прилепилась к адвокату. А его найдёшь к адвокату. Это подзаборная сумаль. Порядком уже начинает надоедать. Скоро парыщ получит отворот-поворот. Вот наглая бицеремонная хабалка. Хе-хе-хе. Так. Члена. Хеллоу. Хеллоу. Пишет. Такая. Нахерена ты нам показываешь их задницы. Скучно. Давай сплетни какие-нибудь. Грибы есть? Карл Клару пишет. Лаксич. Вот уж взял картинку за рука от тётки. И не знаю, что они на Ютубе по миру пошли. Господи Иисусе. Ой. А тут и пишут ещё. Двенадцать-пятнадцать-двенадцать-пятнадцать. Ремонт у Зайца продвигается. Зайца продвигается. Зритель. Гроши шуе. Мамо лезе везде. Котик всё грызе. Саша стены красе. Серёга мебель смотрит. Повезе. Кристина вареники лепе. Коля. Сосе. Шапик привет. Передае. Мене всё любят. Люблять. Хе-хе-хе. Третье это, друзья. Счастлив паскудник. Свой курятник показал. Подарочки из Турции на розыгрыш принёс. В пыльную грязную кухону. Ворох барахла. Вывалил всё на грязный стол. И начал разъяснять. Для чего нужно мыться? Пенза, гель для душа. И полотенце, оказывается. Пенза это неотъемленный интрибут для педикюра. Тут же на ворох полотенце заскочил с грязными лапами. Обцеловал в задницу кусок Томас. И принялся топтаться по полотенце, пока сябка чешал с новой чёрной майки кошачью шерсть. Котяр заскочил на пыльной полке. Зайчишку пришлось курячиться и доставать любимчика с полок под потолком. При этом он отцарапал локоть до крови у грязной невесной шкаф. Какое-какое. Сполоснув коту лапки, он поставил его обсушиваться на те полотенца, которые предстоит отправлять счастливым. Которые выиграют. Котяр отщательно вытер лапки у полотенца. Если я порядка, пометил каждый подарок. Да я сейчас липчиков из курятника, потом зайчик поскакал в душевую, снял с себя брюки и трусы, обернув потную рыжую сраку и обвисую кувелдок в подарочном полотенце. Я продемонстрировал в пастове, как нужно оборачивать полотенце после бани. О, боги! Подозреваю, что после такой рекламы счастливые обладатели таких подарков рискуют похватить кучу трех мудей, хипоков, кушачьих листов и абскоридов. Зачем Питер поведал своим курицам, как он подглядывал в сауне задним мужиком, который поднял край полотенца и подмывал свой интимный причиндал? Ну, взял махровую рукавичку, налил на нее гель для душа и чухал, 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 чухал свою промежность. Сяка даже оттопырил свой сорончельник и показал, как это делал тот мужик. Потом он подглядывал за женщиной, которая тоже стояла обмотанная до бедер полотенца, сняла бюджет, липтик, который липтик, 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 липтик. И рукавичкой чухала себе потные подмышки. От увиденного у паскуда пульсировало и в паху, и он как зачарованно смотрел на мужчину и женщину, как они чухали друг друга мокровыми рукавичками. Дальше у зайчика произошло самоизвержение. И он поскакал под душ, пожалевать что, что нутри уже подмылся и удалился из сауны. А куры в каждом коменте чуть не дерутся и слезно молят выслать им эти банные наборчики и полотенчика, который пометил Рыжий Томас. Вопрос, вопрос, друзья мои, вопрос такой. Социальному слою принадлежит курятник пидораса, если его брезгуют грязным полотенцем и, жаясь, вымаивают у него милостыню. Может они живут в дикой пустыне, где нет воды, или в диком племени, в джунглях, и никого не видели в банных наборах полотенцев. Бедные, бедные куры. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут две пишут. Помните маму отличника? На днях выпустила видео, где сидит и ревет. Думаю, дай хляну, что там? Кто умер или сама съела кого-то нечаянно? Оказывается, муженек буханул, притащил домой другого муженька, чтобы с ним бухануть. Но сыночек, ее 13-14-летний жердяй, все решил ударить отца и самобутыльника. При этом сама мамаша зависает в пятизвездочном отеле в Челябинске. Сын-школьник пишет ей матерые сообщения, значит, муж бухает, дай реветь. А что сыну-школьник пишет матерные сообщения, ее не волнует. Могла бы первым же рейсом улететь домой и разобраться. Но наша империатрица сидит в гостинице и жре все, что видя, и как в своей квартире хватало то. Жирная квартира, девочка у меня в Челябинске. Она делит хрущевка с авдеповским ремонтом. В ванной даже плитки нет. Еще бы кто-то эту халупу больше десятика месяца давал. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, показать два ответа. Да, там все постаново, милые мои. Светлана Рябкова пишет. А младшую дочь этой мамы, отличненько, канала Нина Ши, видели, выглядит лет на сорок семь. Разжиревшая дипка из сельпо. Колхоз колхозом кажется ей лет двадцать шесть на самом деле. Мама, отличненько, квартиру свою продает за восемьсот пятьдесят тысяч Челябинске. Если продаст за восемьсот пятьдесят, Челябинске, если восемьсот... Челябинске, если продаст, конечно. Ну, за восемьсот как раз хватит оплатить дорогущий отель. Переет туда и обратно. Напялила Джинси на себя. А яшки кажутой по стокаге. Маму, прелести свои свинячьи скрывать нужно, а не обтягивать. На те хоть ведро быльковый один, как была деревенчиной, так и останешься. Ой, слезы крокодила выпустила, в истерике бьется камеру. Михалыч ее на одну тысячу постригся и сдачу не отдал, а пропил. А сам на диете сидит каждую ночь двухкамерный холодильник, выжирает. У тебя и так вся ряха, борода императрица. Ты наша народная, скоро ряха в холодильник не поместится, друзья мои. Ой, сегодня дал большой, сегодня этот вам спецнический облог. Штухахата, штухаха, я сегодня по всем прошелся, милые мои. И по зайчикам, и по хлоркам. Ой, Господи, и по хлоркам, и по слам. Ой, Господи, ладно, милые мои. Всем хорошее настроение, люблю, целую, понимаю. Штухахата. Ряха такая, грязь. Ладно, милые мои, буду заканчивать. Погода сегодня позорная, прости, Господи, Иисусе. А еще надо почесать очи, вот, муха своей. Вот так чешешь, вот. Ой, я там секунду, секунду, друзья, секунду, как будто там. Ой, 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 мозг лыс. Ладно, спасибо, Виктор Алексеевич, за твои комментарии, которые я почитал. Твоих красивых блогеров. Ой, ну, вы понимаете сами. Ладно, люблю, целую, я понимаю. Штухахата, бляхамуха. Вышла рыбка поплавать, поплавать. Плавала рыбка, она так в саду. Ой, в каком саду-то? Ну, в бассейне. Плавала, плавала она в саду. В саду. А там такой бассейн был, типа канавки. Типа канавочки, да. Канавка такая. И там змейки такие. Змеи, 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 змеи. Ладно, друзья мои. До следующей встречи. Это очень большой блог. Спризника. Пока. Целую, обнимаю, люблю. Вот такая вот Харимаря. Все, ладно. Ваша Харя любит Харю. Ой, главное, чтобы Чебурашкин пришел во сне. С Винни-Пухом. А то он лучше будет плохо. Да. Все. Всем пока. Люблю, целую, обнимаю. Сегодня про всех. Это сегодняшний выпуск. Это седьмой. Можно было бы, конечно, сделать маленький выпуск. Ну, ладно. Ой. Пока, милые мои. Люблю, целую, обнимаю. Погода, погоди. Все. Все, пока, люблю, целую. Люблю, целую, обнимаю. Чаю внутреннюю спиваю. Ну-ну-ну-ну. Ой. У-ду-ду-ду-ду. Да, дорогие мои. Вот такая вот. Милые мои, хлорка-то. Почесала свою бородку и пошла. Ага. А я бы. Ой, по всем прошелся. По всем. Ой, ладно. Пока-пока, девочки мои. А то зажигатью. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Милые мои, шкачай. У-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А то зажигатью. Пока-па-ка. Извините. Ну-ну-ну-ну-ну.